Экзамен по русскому языку Пункт проведения экзамена. Выпускники приходят со своими сопровождающими из школы. Работает в нашем случае команда общеобразовательного учреждения, в котором мы находимся, 43-й школы. Выпускники, которые приходят к нам, это 27-я школа, 39-я школа, два негосударственных образовательных учреждения экономико-правовой лицей и высшая школа предпринимательства. Как правило, у входа по самой процедуре все как положено. Проверяется наличие документа обязательно. Это паспорт в основном для выпускника. Отсутствие каких-либо средств связи запрещено категорически всеми нормативными документами нахождение на пункте у всех участников сотовых телефонов в первую очередь. Далее они распределяются заранее по протоколам, которые получаются в Центре обработки информации, мною лично, как и полномоченным, Государственной экзаменной комиссии по аудитории. Каждому ребенку сообщается его место, сверяются паспортные данные со списком. И вот сейчас мы увидим ситуацию, когда дети подошли к своим кабинетам, до начала экзамена время есть, заняли свои места, оставили вещи. Сейчас из звонков будет начало экзамена. Дети займут свои места и непосредственно руководитель пункта и его помощники. Экзаменационные материалы, контрольные измерительные материалы, которые в настоящий момент после передачи мной руководитель пункта находятся в цейфе, ключи от цейфа у руководителя пункта. Будут разместены по аудитории, скрыты в присутствии детей и каждый ребенок получит индивидуальный запечатанный пакет, который находится в том пакете, который один выдается на аудитории. После этого начнется экзамен. Сегодня, 27 мая, стартовала первая волна единого государственного экзамена. Нужно сказать, что в этом году в нашей базе зарегистрировано 6604 желающих сдавать экзамены для того, чтобы поступить в высшие учебные заведения. Из этого общего количества 6184 – это выпускники 11 классов. Нужно сказать, что, наверное, такое главное изменение, оно связано с расписанием. И если в предыдущие годы мы стартовали с экзаменов, ну так скажем, профильных, это были ИКТ, информатика, биология, то в этом году для ребят итоговая аттестация началась обязательным экзаменом по русскому языку. Следующий обязательный экзамен наши ребята будут сдавать 3 июня, это также понедельник, через неделю. Мы надеемся, что, в общем-то, для ребят эта пора пройдет спокойно, потому что созданы все условия. У нас на территории Тверской области открыт 71 пункт проведения экзамена, аналогичный тому, который вы видели сегодня. 70 из них расположены в зданиях общеобразовательных учреждений и одно в здании начального профобразования. В городе Твери это 48-й лицей.